Череда пожаров продолжается. Дотла в деревне Макарова сгорели расселённые здания и жилой 12-квартирный дом. Подробности у Катрины Тайбарей. Эти кадры были сняты 3 августа. Пожар в деревне Макарова надел немало шума. Сгорело сразу две деревянные двухэтажки. Одна расселённая, в другой жили люди. Первыми к тушению пожара приступили местные жители. Один из них – Андрей Канев. Мы были где-то работаем. С того дома, с второго этажа увидели, что дым идёт. А дым откуда шёл? Дым шёл с другого объекта, с дома, двухэтажного. Мы туда пришли на помощь. Там уже все жители присоединились с вёдрами. И мы начали тушить. Вооружившись двумя огнетушителями и вёдрами с водой, жители Макарова пытались потушить пожар и предотвратить переход огня на соседнее здание. Но безуспешно. С первого дома перешло на второй. Ветер дул именно в сторону второго дома. Да, да, да. Так его не смогли потушить. Помогали жителям, кто там жил, имущество вытащить. Сообщение о возгорании поступило на диспетчерский пункт связи около пяти часов вечера. Оперативные службы незамедлительно отправились на место происшествия. На место пожара были направлены две автоцистерны, три мотопомпы, которые были установлены на естественный водоисточник. Общее количество задействованного личного состава составило 10 человек. Также на месте пожара находились жители деревни, которые оказывали помощь в спасении имущества. На полную ликвидацию горения и последствий пожара ушло около девяти часов. Общая площадь горения, по имеющимся данным, составила 900 квадратных метров. Один расселённый, 12-квартирный деревянный дом, второй идентичный, но тот, второй дом был жилой, там проживали три семьи, то есть три квартиры. Сейчас дознаватели выясняют все обстоятельства случившегося. Опрашиваются очевидцы. Угрозы повторного возгорания нет. Семьям пострадавших от пожара необходимо провести подсчёт убытков и прибыть в отдел МЧС для проведения процессуальной проверки. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности.